Следи за каждым словом Хорошую субботнюю порку на конюшне никто не отменял. Это лучший способ привести в чувство людей, которые забыли границы и попутали рамсы. Этот деятель Малькевич совершенно обалдел. Продолжается сквозной эфир сетевого вещания редакции газеты «Вечерняя Москва». Это «Круглый стол». Его буду вести я, Руслан Орехов. А говорить мы будем на тему, как мы любим, литературные всякие названия «Следи за каждым словом». Первым поводом стало, во-первых, интервью некого эксперта, который сказал, что вся ваша переписка, все ваши следы в мессенджерах и так далее может быть использована против вас. Сказалось бы, ну и что такого. Но есть и конкретное дело. Был приведен пример, когда человека привлекли. Сейчас я тут, мои гаджеты меня немножечко подводят. Сейчас. Так, 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 так. Вот он. Гражданин КАП, значит, всю эту историю рассказал управляющий компанией в сфере IT и права RTM групп Евгений Царев. Он в своем интервью привел пример некого гражданина КАП, которого привлекли к ответственности по статье 20.33 КОАП за участие в мероприятии общественного сетевого движения, деятельность которого произведена нежелательно и так далее. В общем, суть в том, что все слова, вот все, так сказать, комментарии, вся личная переписка, все ваши перемещения по интернету может теперь быть неким, так сказать, утяжеляющим вину обстоятельством. Ну, мы все помним все эти истории про перепосты какие-то. Да нет, ну, а... Сто летней давности, да, Игорь Борисович? Давай я попытаюсь влезть в этот разговор и как-то по-другому поставить вопрос. Просто перепосты это одно. Но есть еще одна проблема. Дело в том, что ведь вот эта вот переписка, это не письмо, понимаете, которое вы каким-то вечером под, я не знаю, под лампочкой настольной сочиняете какому-то другу или родственнику, запечатываете, который долго идет. И вот, понимаете, это сама жизнь. Понимаете, мы сейчас так общаемся. Это не письма вовсе. Это общение. Просто оно теперь такое. Потому наши пальцы, вот эти, особенно вот эти вот большие пальцы, они вообще не отдыхают. Это не письма. Это не сообщение. Это и есть общение. А в чем проблема? Проблема заключается, что вот в общении может произойти всякое. Мы просто люди. Понимаете, у меня может быть плохое настроение или какой-то звонок. Я могу своего друга послать куда подальше. Но, в принципе, он в этот момент обиделся, а завтра нет. Ну, потому что, ну, ситуация. А на кухне сколько всего происходит? Господи. А если еще как бы присели на выходные, да выпили, чего не то? Понимаете, а теперь это все. Это все фиксируется. Любая наша эмоция. Почему? Потому что мы так себя ведем. Потому что мы любую нашу эмоцию, мы ее фиксируем в той самой переписке. Я не представляю, как дальше жить, как вообще законодатели будут действительно, если они серьезно решат, значит, подойти к этой теме, как они будут законодательно это регулировать. Понимаете? Потому что мало ли что я там ляпнул. Я так не думаю. Я просто ляпнул. Понимаете? А все, ребята? Все. Все. Вот это тот самый... Да, мне сейчас пришло время представить экспертов. Видимо, я должен их предупредить, что все их слова будут зафиксированы. И, возможно, когда-нибудь, может быть, будут использованы в каком-то вырванном из контексте, вырваны из контекста против них. Теперь искренне и по существу поговорим. С Михаилом Владимировичем Боровским, адвокатом и кандидатом юридических наук. Здравствуйте. Добрый день. Дарья Юрьевна Петрова, частный детектив. Здравствуйте. Алексей Алексеевич Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Добрый день. И Ирина Мир, продюсер блогеров в Инстаграм, блогер и основатель СММ-агентства. Здравствуйте, Ирина. Удаленно у нас находится, но, тем не менее, все их слова тоже фиксируются. Александр Александрович Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации. Александр Александрович, показывайте нам уже. Генеральный директор телекомпании «Санкт-Петербург». Здравствуйте, Александр Александрович. Пока вас не слышно, но я надеюсь, что связь есть. И Максим Андреевич Черков, доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Максим Андреевич. Здравствуйте. Ну, смотрите, собрались все люди серьезные, так сказать, знающие цену слова, так сказать, воспитанные частично из присутствующих экспертов за кадром. Во времена, когда слово стоило дорого, вот. Но, тем не менее, действительно, времена изменились. Если раньше можно было рассказать анекдот на кухне или как-то там неудачно пошутить, и это уходило все куда-то в прошлое, то теперь это все остается и остается навсегда, при том, что у нас есть такое понятие, как постправда, когда выясняется через 15 лет, что вот тогда это было нормально, а сейчас за это надо минимум сильно изменяться. Извиняться, извините, Алексей Алексеевич, ваши отношения, вот мы движемся в связи с этим куда, и, так сказать, ну, или, может быть, ничего особенного и не происходит? Слушайте, ну, простите за мой французский, за базар надо было всегда отвечать со времен тысячи чертей, в конце концов. И интернет ничего не изменил, он просто облегчил сбор данных, вот и все. Существует древний спор между спецслужбами и гражданским обществом относительно границ дозволенного. Иногда спецслужбы выводят ситуацию на законодательный уровень, не получают права даже вне судебной слежки, фиксации переговоров граждан своей страны, либо чужой страны, ну, чужой, вряд ли, потому что против всегда спецслужбы этой самой страны, оппонента. Вот, но, тем не менее, меня беспокоит другое. Меня беспокоит новое понятие, которое возникло совсем недавно, вернее, стало применяться совсем недавно очень широко. Это дипфейк. Когда за действительные переговоры, разговоры можно выдать что-то придуманное, что-то навязанное. И самое интересное, что по мере развития этого явления дипфейк, это может даже быть использовано в качестве юридического аргумента. Во всяком случае, я, как человек, который просчитывает ситуацию, привык это делать, вижу эту опасность очень-очень явно. Поэтому я бы нашим законодателям, если они о заботе с такой проблемой, порекомендовал обратить внимание и на это. И на это. Ну, смотрите, ну, самое понятие, спасибо за понятие дипфейка, оно базируется на том, что действительно, вот своим ли лицом, своим ли голосом, ну, ты что-то сказал, и теперь можно человека за это притянуть. А дальше уже, ну, так сказать, это инструменты использования этой возможности. Александр Александрович, ваше мнение насчет происходящего, вот знаете, мы же тут философствуем в основном, а куда движется цивилизация, катимся ли мы в пропасть? Смотрите, мы катимся в пропасть, но это вообще никак не связано с законодательным регулированием. Проблема в том, что нету предмета, который назывался бы медиаобразование, интернет-гигиена, информационная безопасность, чтобы научить детей в школах о том, что нельзя оставлять свои цифровые следы, что это может быть использовано против них, испортить им карьеру, испортить им жизнь. И, понимаете, вот Игорь Борисович там по поводу переписки говорил, да, ты когда пишешь, например, даже своему знакомому, нужно думать, что ты пишешь, потому что это может потом тебе аукнуться, потому что, к сожалению, надо просто приучать себя к мысли, что скриншот можно сделать с любой твоей записи, которую ты удалишь через минуту. Александр Александрович, ну это вообще возможно, ну есть такой человек в природе, который может контролировать себя 24 часа в сутки. Ну реально, если бы говорить реально, да. Понятно, что надо следить. Смотрите, я постоянно рассказываю мою любимую историю из американской практики моей, как дважды санкционного человека. Все убираю. Она в Твиттере зачем-то. Он это нашел, сделал скриншот, предъявил на товарищеский суд в редакцию со словами, как может такой человек работать с нами в одном коллективе. Ее спасло только то, что она провела, так сказать, деятельное раскаяние, сказала, что ее дом теперь открыт, значит, она там могут жить все, кому не лень, там, хоть там стада ЛГБТ. Раскаялась, была молода, все осознала, вот и все, понимаете. То есть, да, это средство конкурентной борьбы. То есть, люди, которые относятся к вам плохо, условно говоря, хотят, может быть, ваше занять место в вечерней Москве. Значит, они будут сидеть, мониторить не только социальные сети, а все, что вы там в смс-ках написали, в мессенджерах отправили. Вы что, какую картинку в Инстаграм выложил, какой хэштег там поставил? Понятное дело, я согласен. Одна из штучек, могу сказать, что 8 лет назад, вполне возможно, они были друзьями, кстати. Вот еще какая вещь. Да, 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 понимаете, и здесь важно подчеркнуть, здесь ни при чем государство. Мы не говорим о каких-то законах, о каком-то там репрессивном механизме. Мы говорим о человеческой подлости с одной стороны и о неосмотрительности другой. Потому что мы находимся в таком информационном потоке-завале, что мы не отдаем себе отчет. Понимаете, пишем, у многих людей настроена в мессенджерах кнопка «Enter» как отправка. То есть ты даже не додумал еще, что ты там написал, у тебя это уже улетело, ушло. Понятно. Всего. Спасибо, Александр. Знаете, как-то вот эта человеческая подлость, и мы сразу же переходим на уровень шекспирских страстей. Ну и слава тебе, Господи, на 11 минуты мы перешли к обобщению. Михаил Владимирович, присоединяйтесь. В принципе, вопрос общий такой. Как живем, куда катимся? Ну, я здесь тоже скорее от какой-то критики законодательства соглашусь с коллегой о том, что глобально действительно ничего не поменялось. И от того, что мы не воруем в магазинах шоколадки, это скорее потому, что все-таки нас мама воспитала, а не потому, что есть камера. Нет, я не соглашусь, глобально как раз и поменялось. Потому что если раньше ты мог либо сразу отхватить, ну, может быть, кто-нибудь потом бы тебе пришел, а ты что там про меня такое сказал, это максимум. Но если прошло, условно говоря, две недели после того, как ты неосторожно высказался, все, на этом вопрос закрывался. Теперь это навсегда, на всю жизнь. Анекдоты, рассказанные на кухне, записывались и шли в КГБ. Ну, что мы сейчас говорим? Про анекдоты, да. Поэтому принципиально ничего не менялось. То, что все ходы записаны, да, но это такая жизнь, это и плюс, и минус, да. О том, что люди теперь сами, 90% работы детектива делают сами. Они сами берут и заполняют, постят свои фоточки с геотегами. И, в принципе, не надо за ними ходить и наблюдать. Можно просто посмотреть, что они сами выложили. Детектив в это время кивает. Никакой проблемы. Поэтому, ну, как все, что меняет нашу жизнь технологически, в этом есть плюсы и минусы. Конечно, когда лошади скакали, очень редко давили людей. Когда машины стали ездить, людей стали давить больше. Как машины беспилотные, возможно, тоже будут новые проблемы. Но ничего глобально нового под луной я здесь извините не вижу. Смотрите, когда лошади скакали, когда машины поехали, да, ничего глобально не изменилось, но изменился человек в принципе. Мы стали по-другому. Можно? Я хочу дать слово дам вам, потому что мне потом скажут, что я... Я просто дам немножко еще одну интересную тему, потому что мы привыкли, что государство имеет монополию на насилие. И я думаю, что сейчас в ближайшее время дискуссия развернется от того, а имеет ли государство монополию на информацию. Вот это, я думаю, считается интересным. Ладно, подкидывайте, да? Нет, нет, сейчас я немножко покинул, сейчас давайте не путать. Нет, ну можно путать, но давайте все-таки не путать. Если мы выкладываем что-нибудь в интернет, пускай это не серьезное действие, но это все-таки более-менее сознательное. Мы там что-то подготовили, что-то там сняли или что-нибудь в этом роде и выложили. Ну вот, еще раз, но переписка это подсознательное, это акт общения, понимаете? Я понимаю, что вы делитесь интимным сейчас, да, Игорь? Чем-то своим, например. Потому что у меня, например, этого нет. У меня стоит ограничитель. Я публичный человек. Я понимаю, что чем это может закончиться. Хорошо, вы публичный, а остальные 130 миллионов, они кто? Понимаете, вы это ваше профессия. При желании тоже публичный. Александр Александрович, да, реплику, реплику, да. Мы говорим, человек, условно говоря, сегодня считает, что он не публичный, он сегодня там школьник или студент. А потом он закончит вуз по специальности государственное муниципальное управление. И через пять лет будет претендовать на должность там замминистра федерального или там министра регионального. И все. Согласен. С умрака его бывший товарищ, с которым они в бане пьяные семь лет назад сидели, и вылвалит всю их там фотографии, переписки и все. Ребят, что ж теперь не сидеть в баре, а? Не, ну вы думайте. По-первых, и в бане, и в баре, в Роскитер Борисович, главное правило цифровой безопасности. Идете в бар, идете в баню, еще что-то устраиваете, сдавайте смартфоны на входе в специальный шкаф. В свинцовый ящик. Вот они элементы проклевывающие. Да, в новой реальности. Такое лицемерие общественное. Когда будете делать новогодний корпоратив вечерней Москвы, сдайте все гаджеты перед началом праздника. Хорошо. Так, хорошая идея. Все-таки, Игорь Борисович, продолжаем. Ирина, ну вот ваши отношения, но я бы еще вот такое подкинул. То, что сказал Александр Александрович, интернет-гигиена, а ведь это то, что абсолютно не присуще подрастающему поколению. Наоборот, мы все, все подрастающее поколение, каждый свой шаг, каждое свое движение, наоборот, оно подталкивается к тому, что выкладывай, не сиди, тебя должно быть видно и так далее и тому подобное. Так что мы получаем в результате? Да, особенно, когда речь касается начинающих блогеров, а у нас все подрастающее поколение мечтает стать блогерами. Все блогеры до единого. И чем больше ты демонстрируешь свои эмоции, чем больше ты транслируешь то, что у тебя в голове, тем больше вероятности, что ты можешь где-то засветиться и стать популярным. Собственно, таким образом действуют очень многие блогеры сейчас и подрастающие. Тогда смотрите, а как отношения вот тех самых подростков, они вообще не смотрят на шаг вперед, что сейчас я начинающий блогер, а послезавтра я кандидат на министра культуры, и мне вот это вот мое высказывание про все обязательно всунут. Да, это объясни ребенку, что когда-нибудь он станет взрослым. Да вы можете объяснять ему сколько угодно, и чего дальше-то. И даже вот извини, Игорь Борисович, я тут нам приходила инстадива, и я, честно, пытался пролайкать ее всю. И я ушел в глубины, туда, где она еще была подросток такой непокорный. Я сейчас она за положительные ценности, а там внизу в ее ленте инстаграма, там бунтующий подросток, который там какие-то эксперименты ставит. И как быть с этим? Бунтующим, потому что он смотрит, он изучает этот мир, он должен не соглашаться, он должен искать себя, он должен что-нибудь. Ну, кто это такой, что это мальчик такой? Игорь Борисович, вы донесли свою боль. Александр Александрович со мной, он сейчас скажет, я... Вы донесли. Сейчас, Александр Александрович, чуть-чуть попозже, мы вас видим, но сейчас, пожалуйста. Здесь, на самом деле, на мой взгляд, такая палка о двух концах. С одной стороны, подрастающее поколение, которое, возможно, в силу своей неопытности, не может фиксировать свои мысли и вываливает, так скажем, на аудиторию... Черновики. Черновики свои, да. А с другой стороны, есть другая ситуация, есть бесконтрольность в интернете и кибербуллинг, например, которым очень часто также подвергаются различные слои населения. И как это контролировать таким образом, если не отслеживать все переписки? Я просто лично была жертвой такого кибербуллинга и понимаю... А вы думаете, вы могли бы так отфильтровать всю свою переписку, чтобы не дать повода для кибербуллинга? Свою, да. То есть можно так вот сделать ее настолько стерильной, что ни одна гадина не зацепится, да? И не прочитает. Я думаю, что да, все зависит от воспитания человека. Опять же никто не отменял, между прочим. Хорошо, ладно. Максим Андреевич. Сейчас. Ну вот вопрос тот же самый, потому что здесь ведь вопрос... Знаете, как... А здесь вот вопрос... Здесь вот как раз граница поколений, потому что, да, мы еще помним, что за базар надо отвечать, и что каждое слово... Как-то нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и всякое такое... Слово не воробей, это все относится к нам, к бумерам. А вот есть молодое поколение, для которого это все пустые звуки, которые... Мы живем в открытом мире, мир океана, и чем больше я туда дам, тем больше я оттуда получу. Все, граница проведена, между нами есть стена непонимания. Пожалуйста. Да я бы так сказал, что граница будет стираться все-таки по мере взросления вот этого поколения. Будут появляться новые люди, которые будут спокойнее относиться к каким-то правилам, пока они лично их не коснутся. Вот. Ну, на самом деле, жизнь такова, что приходится, так сказать, следить, да, и за тем, что публикуешь в социальных сетях, и за, может быть, какими-то личными сообщениями. Поэтому, в общем-то, я думаю, что вот эта вот эволюция... Мы просто... Мы, наверное, с вами не жили в те... Ну, вернее, мы были... Так сказать, у нас не было социальных сетей, когда мы были молодые для того, чтобы нарушать эти правила. А так бы, наверное, многие из нас, присутствующих в студии, тоже, так сказать, может быть, приходилось бы стирать какие-нибудь записи, там, 20-летней давности, если бы тогда существовали те соцсети, которыми мы сейчас пользуемся. Кстати говоря, ну вот, я помню себя, так сказать, студентом, аспирантом. Просто социальные сети были другие, да, и иногда бывает, перечитываешь со своих аккаунтов, так сказать, других, которые под другим именем, там, неважно, думаешь, да, вот. Была некоторая такая свобода, анонимность. Но сейчас, как мы видим в интернете, конечно, анонимности нет. И более того, я вот сталкиваюсь даже, ну, я участвовал в избирательной кампании, в Государственную думу, вот, и мою переписку, личную переписку, я подчеркиваю, в одной из социальных сетей, я обнаружил в одном из пабликов вообще в другом городе, вот, и применительно к совершенно другой теме. То есть все, так сказать, поменяли местами, значит, и представили, так сказать, ну, по-другому. Не то, что я совершенно имел в виду. И более того, это как вот мои личные высказывания, все это исперединив. Все, все. А это, знаете ли, как сказать, это прокурору, это прокурору расскажете нам, как бы, чего об этом, да? Это вы ему объясните, что это вы совсем не то, да не имели в виду, там, и так далее. Это все ему. Продолжаем разговор. Дарья Юрьевна, ну, вот, как практик, да, частный детектив, не имеющий, в принципе, никаких юридических, так сказать, возможностей, ну, законодательных, да, но, тем не менее, чисто по практике, обыватель, обычный человек, насколько глубоко может проникнуть в переписку законные средства, околозаконные средства и, так сказать, доступные незаконные средства? Ну, смотрите, на сегодняшний день, на самом деле, более 90% информации, которую запрашивают у меня клиенты, я работаю в основном по тематике личной жизни, то есть это сфера, да, мужчин, женщин, их детей касается, вот это все, оно находится все в открытом доступе в интернете. То есть люди сами все выкладывают? Да, не нужно быть хакером для того, чтобы понять местоположение человека. Вы могли разместить где-то объявление, продавать там детскую кроватку или машину, вы могли об этом забыть, объявление может уйти в архив, но оно есть, оно остается, информация о вас, она как вот по цепочке собирается от одних сайтов, от других потом к соцсетям, да, там вы выкладываете свои уже интересы, ну, тоже, что касается интересов, которые люди оставляют в соцсетях, это тоже инструмент манипулирования, инструмент, что мы можем, например, сделать, да, с человеком, вот он обозначил нам вот свою анкету, то, что ему интересно. Мы можем, первое, это самое минимальное, вызвать его навстречу под каким-либо предлогом, и он туда придет, потому что мы знаем, чего он хочет, мы знаем его болевые точки. Что касается подростков, они вообще саму социальную сеть используют как метод такого высвобождения энергии, да, куда они свои эти болевые точки, они о них и пишут в основном. Самореализация. Самореализация, да, то есть это через вот какие-то их проблемы. И подростки подвергаются, собственно говоря, вот этому и буллингу, о котором, да, вот говорили вы. Ну, и... Она тут тихо, она тут громче. Да, 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 пожалуйста. Микрофон, да? Не обращайте, это наши технические проблемы. Продолжайте. Я поняла, да. Вот, и, в общем, я говорю о том, что, да, как бы вызвать навстречу человека, исходя из его интересов, в которых он пишет, это самое минимальное, что мы можем собрать информацию о его местоположении, собрать информацию... И для этого вообще не надо не нарушать никакой закон. Мы не нарушаем здесь никакой закон, да. Да, и у меня очень много клиентов, которые со мной общаются, говорят, вот я сама частный детектив, я там по лайкам определила, с кем он общается, список контактов, да. Ну, да, в этом есть правда. В этом есть как бы расследовательская работа и открытых источников на сегодняшний день для проведения расследований достаточно. Спасибо. И все, в принципе, те же органы, да, и в дальнейшем, если понадобится суд, все с удовольствием пользуются этой информацией, насколько. Я понимаю, сейчас у меня есть информация, с которой нет у тебя орехов. Слава богу, хоть что-то у меня есть, да, что я могу скрыть. Я знаю, что Александр Александрович хочет, значит, убежать с нашего эфира и боится, наверное, сказать чего-то лишнего. Мне так кажется. Вопрос. Вы останетесь или уйдете? Потому что, если нет, давайте с вами продолжим разговор, пока вы здесь. Да, я поеду заседать дальше, к сожалению, поэтому готов какую-нибудь правду сказать. Заседать дальше. Только не забудьте, сейчас у меня вопрос. Давай. Не забудьте только сдать перед заседанием, значит, вот эти вот мобильные телефоны, собственно. Нет, уже то, что заседать, к сожалению, уже достаточный компромат. Ну, хорошо, это разберемся. Вот мы не понимаем остроту дел. Вы знаете, давайте в нашей любимой философии, давайте представим себе вот этот наш социум, чуть более, ну, реально, да? Ну, не профессионалов. Ну, понятно, что люди публичные, они должны. Понятно, что политики, они должны. Но зачем в эту историю затаскивать всех? Я не хочу видеть подростков, которые уже, они еще маленькие, но они уже думают, они уже фультуруют. Мне не интересны эти люди. Они, они, это лицемерие. Александр Александрович, понимаете? Да нет, никакое не лицемерие. Наоборот, мы помогаем людям, учим их думать. Вот смотрите, какая штука. Если мы с вами разговариваем по телефону или вот сейчас в видеосвязи, у нас идет, знаете, поток сознания, я могу вам что-то сказать, вы мне ответите, вы мне скажете, что вы, как москвич, терпеть не можете этих питерцев, я скажу, что вы там длинноволосый потлатый и так далее. У нас детектив есть, запишите, пожалуйста, прямую на оскорбление. Хорошо. Но когда человек пишет другому в мессенджере, мы же понимаем, я написал там, типа, вот вам это еще там потлатый, траля-ля, но я же, прежде чем отправить, я прочитал, подумал, нет, наверное, это будет обидно, а здесь потом скажут, что я как-то там высокомерен и так далее, и так далее, и я кнопочкой бэкспейс или еще какой-то убираю те слова, которые могут быть использованы против меня, в том числе вами, когда вы потом приедете с этим скриншотом в общественную палату России и скажете, слушайте, у вас там этот деятель, Малькевич, совершенно обалдел и так далее. Вот и все. Александр Александрович, Александр Александрович, ну куда деть все наше литературу и позе, куда деть вот эти слова там, ну жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все поступки, все слова своей природе ненавидит, чье сердце разум остудил и забываться запретил. Мы решили с этим совсем проститься, придать этому всему анафему, вот о чем мы сейчас говорим. Мы говорим о том, что другие появляются нормы поведения в цифровом обществе и вы вправе с этим не считаться, но вы тогда рискуете своей карьерой, при том, что, вы знаете, ведь есть этот термин про cancel culture, то есть вы на самом деле можете написать что-то совершенно нейтральное, но какая-то горстка, так сказать, чрезмерно активных сетевых деятелей решат, что негоже вам там высмеивать. Да, вот слушайте, ну последний дикий пример о том, как в Америке выперли профессора, который студентам показал фильм 65-го года от Элла. Да. Да? Мы об этом поговорим, кстати, на неделе. Понимаете? Да, еще будет. Вот и все. То есть берется совершенно нейтральная история, профессор в аудитории фильм, номинант, на кучу премий там, да, показывает, и какие-то чрезмерно активные там вот эти, но не хотели учиться, понятно, студенты, все, профессор отстранили от занятий. Поэтому... Все правильно, но суть по всему это зло. Вот вы сейчас это говорили, это ужас. Это зло. Но с другой стороны, с другой стороны, вы говорите, так будьте умнее. Мы должны научить молодого человека, там, условного, там, молодого, там, Гарика Носенко, там, вот, ученика, там, школы, чтобы он понимал, что нет, у тебя есть такой путь, ты можешь делать все, что хочешь, но ты должен понять, что ты можешь на этом пути пострадать. Либо ты должен такой создать себе имидж, там, условно, как у Шнурова, плюс-минус, что тебе все равно... Или Моргенштерна, да, что все, что ты ляпнешь, все тебе будет в плюс. Да, ну все, Алексей Алексеевич продолжит разговор, я так полагаю, это что-то должно сейчас... Спасибо, Александр Александрович, Алексея Алексеевича. Ну, что-то мы вот это, по бумерам идем. Ну, как по бумерам? Спасибо. Да. Сами вы бумеры. Да, горжусь этим. Смотрите, мне кажется, что очень часто Сан Саныч очень хорошо задал основной тезисный ряд, я хотел бы его продолжить. И очень часто мы блуждаем в трех соснах. Первая сосна, это раньше была компьютерная, грамотность, сейчас информационная грамотность. То есть все идет от того, что люди неграмотно реагируют на определенные вызовы, либо неграмотно используют информацию, в том числе личную, выкладывая ее, это может быть случайно, может быть намеренно, может быть, я не знаю, под принуждением, в публичную сферу. Первая сосна. Вторая сосна, это как раз вот интернет помнит все. Когда мы в иллюзии, что вот мы стерли сообщение, и все, оно исчезло, оно не исчезло. Есть такое понятие, как кэш, где оно сохраняется. И при небольшом трудозатратах можно эту информацию поднять и использовать дальше. Вот избавление от этой иллюзии, это крайне важный элемент как раз неблуждания в этих трех соснах. Хорошо. Ну и третий, третья сосна, это, конечно, право на забвение. Вот, к сожалению, у нас сейчас... У нас есть закон о забвении. У нас есть закон, но это редко применяется, и нужно это делать, потому что это панацея. Это действительно лекарство для людей, ну, не очень умных, которые не обладают, не развивают себе вот эту информационную грамотность. Вот оно, вот этот закон, вот это законодательство и применение его, главное имплементация, это может помочь выправить несколько ситуаций, сделать ее приемлемой. Потому что сейчас ситуация информационная, она неприемлемая, она просто не годится. Да, пожалуйста. Я бы сказал, хорошо бы выделить, ну, сущностные блоки, да, потому что, когда мы говорим о публикации в Инстаграмах, ТикТоках и так далее, это то, что человек решает донести миру. Это его решение, и здесь вот, ну, обучение основам такой грамотности, культуры поведения в сети, оно, в общем, ну, правильное, да. Вот, но это, тем не менее, то, что человек хотел сказать, и, в принципе, он несет ответственность за свои слова, осмысленно сказанные, это всегда. История с мессенджером другая история. Это чаще всего контакт, ну, как телефонный разговор одного абонента с другим, и, собственно, то, что там будет сказано, оно там, может быть, там, прослушано, достатно, но это уже какие-то экстремальные вещи, оно не предназначалось для всех. Переписка в мессенджере точно так же, в принципе, не предназначается на то, чтобы его выкладывали. И если там без вашего выраженного согласия вашу переписку в мессенджере с своим там товарищем, с женой, с любовницей выкладывают в интернет, в общем, есть большие правовые инструменты от того, что это незаконно. И поэтому, собственно говоря, разумные детективы как раз понимают, что в Инстаграме, который опубликован для всех, смотреть можно, а вот даже если есть какое-то предложение о том, чтобы вытащить чей-то чужой ватсап, ну, не надо, потому что это противозаконно. Хорошо. И секундочку, я просто еще хотел добавить, вот то, что вы сказали, вот это вот постправды, когда вот это вот отелло, когда пересмотр. Вот здесь тоже некий момент о том, что общество изменилось. В законах как раз, извините, есть давность. И, собственно говоря, это надо, чтобы было очень серьезное преступление, на которое там или нет давности, или 15 лет. А вот переписку у мессенджеров, там нет общественной давности. И поэтому, когда премьер-министру Канады рассказывают про то, что он там в студенческие годы что-то не так делал, ну, конечно, с точки зрения закона это вообще никак, это нормально. А с точки зрения общества, ну, вот если вы собрались, все решили, что мы теперь так к этому относимся, ну, значит, мы все живем. А вот это вот, я предлагаю... И это законодательно, не может быть регулированным. Нет, законодательно нет. И право на забвение, это тоже примерно из этой же истории. Да, мы таким законодательным топором пытаемся что-то вырубить, а трава растет, трава растет постоянно, каждый день. Ирина, у меня вот такой вопрос. Смотрите, Максим Андреевич упомянул такую фразу, проскочил, пока лично не коснется, ведь это действительно так и есть. И вот это вот то, что Александр Александрович, мы учимся, да, мы учим, учимся и так далее. То есть, действительно, вопрос такой, что все должны набить шишки, все должны, вот это поколение бумера, ну, вернее, извините, тиктокеров должно вырасти, им должны какой-то на приеме на работу где-нибудь пару раз сунуть в лицо их тикток, 20-летней давности сказать, извините, но вы не можете работать в нашем, как это, в... Общем. Нет, нет, сейчас как-то самое... На нашей кассе, в нашей харчевне не можете работать, потому что смотрите, какой у вас тикток. Все должны набить шишки, и тогда что-то начнет меняться? Ну, я боюсь, что здесь по-другому просто никак не получится, потому что объяснить ребенку о том, что у него еще будет будущее, и, возможно, он не будет блогером дальше, а вот сейчас у него есть такое... А замуж или жениться соберется, возможно? Ну, а, возможно, да, он пойдет в политику и захочет достигать вершин на этом поприще, и тогда его, там, каждое сообщение и каждый его пост будет... Под микроскопом будут. Под микроскопом смотреть. Смотрите, извините, что я перебиваю, но тот момент такой, ведь сейчас есть такой, прям вот, прям такой вот этикет переписки, не дай тебе Бог поставить в конце своей вот этой смс-ки точку. Это будет звучать как грубость. Почему вы со мной так резко разговариваете? То есть вот какой-то этикет вырабатывается, но он не тот, о котором мы говорим. А резко разговариваете, это четыре восклицательных знака. Нет, достаточно точки в конце сообщения. Реально, тебе говорят не ори. Вы о новой грамматике, что ли, говорите? Да, что ты орешь. Вот так вот. Вот, то есть какой-то этикет вырабатывается, а этот не вырабатывается или время еще не пришло? Я думаю, что это просто придет, да, со временем, потому что, ну, вот так в одну минуту ничего не перестраивается. То есть в любом случае это уже такая культура общения, которая выработалась не за один год и, соответственно, подрастающему поколению тоже сложно перестроиться резко. Хорошо. Максим Андреевич, в принципе, тот же самый вопрос и то, о чем говорил Михаил Владимирович, но вот и все-таки забвение некое. Ведь в здравом уме и твердой памяти человек понимает, что то, что он, другой человек, творил там в 15 лет, в 17 лет, в 20 лет, может совершенно не иметь никакого отношения к тому, что он представляет из себя в 40 лет. Это первый момент. Ну и, собственно, это главный момент. То есть делать вот эту вот скидку. Мы, мы, я не знаю, общество, социум, средства массовой информации, мы можем как-то повлиять на то, чтобы действительно как-то, так сказать, вот это принимать в расчет? Или это должны каким-то волшебным образом вырабатываться совместно какой-то, как называется, общественный договор по общению и по отношению к информации в интернете? Ну, я думаю, что все-таки вот на сегодняшний день очень большая часть нашего общества воспринимает ну вот ситуацию с каким-то высказыванием по старинке. Вот как вы уже цитировали, значит, надо отвечать за свои слова. Но, опять же, социальные сети в таком масштабе, они существуют, ну, может быть, даже не 10 лет, меньше, наверное, да, вот они, так сказать, полностью проникли в нашу жизнь. И я думаю, что вот то, о чем мы говорим, оно произойдет автоматически, да, то есть люди будут понимать, что, так сказать, социальные сети существуют все более и более длительное время, что высказываний там может быть огромное количество и те же самые, ну, самые разные люди, да, и в том числе, кстати, и работодатели, они год от года, я думаю, будут... Извините, что перебиваю, но пока есть такие там информации о том, что работодатели стали внимательно смотреть социальные сети и смотрят там, чем ты увлекался, будучи студентом, вплоть до того, что какую татуху ты себе набил там когда-то, там, 18 лет и так далее, и потом берут и не берут человека. Ну, вы знаете, я вообще считаю, что лучше обо всех этих особенностях знать, вот наша передача, она как раз и призвана, так сказать, дополнительно информировать публику о том, о чем думают работодатели, о чем думают правоохранительные органы. То есть человек, который знает это, он это использует как свое относительное такое конкурентное преимущество, понимаете, вот, и на сегодняшний момент это действительно так. Ну, я не говорю о том, что надо подставлять кого-то, да, но вести, так сказать, нормально свои социальные сети, не допуская каких-то грубых высказываний, не выкладывая каких-то фривольных фотографий, то есть это, ну, в принципе, это сейчас делаю, наверное, и я, и многие мои друзья, я за себя скажу, я не делал эту передачу для того, чтобы кого-то чему-то научить. Я, мы собрались здесь люди, которые, ну, мыслищие, как минимум, да, и наоборот, я бы хотел себе ответить, знаете, не то, что кого-то научить. Я, в принципе, как человек, но иной, да, формации какой-то, я там, это называется, знаете, художник, да, вот, например, художник, у меня по-другому все устроено. Я не могу в таких рамках, меня нельзя загнать, потому что, если загнать таких людей в рамки, вообще любого, не то, чтобы мыслящего, а творящего, да, человек, он перестает творить, понимаете, это там, ему либо думать, я не знаю, отфильтровать бесконечно, вот, каждую секунду, что он делает, куда, как посмотрел, что написал и так далее, либо заниматься делом, как говорится, да, вот, эти две вещи по одной дорожке никогда не пойдут. Я далеко гляжу, я предполагаю, что мы можем иметь впоследствии какой-то очень большой творческий кризис, вот именно, у населения. Мы получим фильмы совсем неинтересные, абсолютно неинтересные фильмы, потому что так нельзя, так вот жить все вместе нельзя. Да, окрестно говоря, вот эти ограничения, они как раз людей творческих профессий, с моей точки зрения, они касаются в меньшей степени. Это почему? Люди творческие, они как раз и пытаются проявиться максимально. Это вчера они пытались проявиться, а сегодня я вам заявляю, агент, никто иной, никто иной, как педофил, например, понимаете? Хотя еще в те времена никаких сетей не было и переписок не было, но это вот обнуление так называемое. Почему? Потому что где-то там на островах он имел несчастье, как и все остальные, наверное, с какими-то там 13-летними островитянками. Что теперь делать? Не смотреть его картины? Вы поймите, или тут существует какой-то срок давности? Нет, все не так. Мы не можем друг на друга теперь смотреть честно, с любовью, не предполагая, не видя в вас моего будущего соперника и врага, понимаете? Потому что вы можете им стать. Спасибо, Игорь Борисович. Я думаю, что давайте так, оставим творческих людей загибаться. Давайте по обычных людей я хочу задать вопрос. Дарья Юрьевна, вот смотрите, по роду вашей деятельности вы пытаетесь, как иногда, собирать информацию. Насколько часто вам встречаются люди, которые действительно вот это вот блюдут, эту интернет-гигиену, то есть крепкие орешки, что называется, которых вот так вот просто с кондачка и не соберешь о них информацию? бывает такое, встречается, но это поколение, наверное, 45+. Люди с кнопочными телефонами. Это люди с кнопочными телефонами, да, совершенно верно. И без Фейсбука. Потому что люди с кнопочными телефонами думают, что их никто не может прослушать, никто не узнает никогда, где они, да, ну... Ха-ха-ха здесь должно звучать. Но все-таки, у меня вопрос, да, потому что, да, у меня есть среди моих знакомых люди, которых абсолютно нету, у них нет Фейсбука, у них нет Инстаграма, и это не потому, что они вот такие нелюдимы, они ведут достаточно активный образ жизни, но вот они не считают это необходимым. Ну, они ведут его в реальности, да? Да, они... Ну, знаете, да, действительно, если у тебя, как бы, есть возможности этого не делать, и у тебя нет интересов, это нормально. Ну, на сегодняшний день, мне кажется, вот, как бы, защиту интернета скажу, если тебя нет в интернете, тебя нет в бизнесе. Вот. И поэтому, если ты человек, который... И вы являетесь... Сейчас, извини, Игорь Борисович. Ты еще подозрительный человек. Знаете, это чистая анкета. Да, это очень подозрительный человек. Да, очень подозрительный человек. Да, и если ты не отправил смайлик в конце сообщения, поставил точку, то, возможно, ты изменяешь. Тут уже такой вот вопрос. Смотря кому ты не поставил, поставил точку, а не поставил смайлик. А не поставил смайлик. Ну, смотрите, хорошо, тогда с точки зрения внешнего наблюдателя. Вот я, предприниматель, мне объяснили, вот специалисты по СММ, да, о том, что надо быть... Ну, надо... И у меня появляется стерильный аккаунт в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее. Там все про мою работу, я вот это в галстуке. Ну, наши вот эти депутатские всякие, где они все такие правильные. Это не вызывает... Юлисты ваши проверяют перед тем, как вы нажмете кнопочку Enter. Да, да, да. И вообще-то не я делаю. Так вот вопрос. Такого рода разве информация не вызывает еще больше подозрения, что этот человек вообще там... Нет, вы знаете, у нас не вызывает. Такого не вызывает. Ни одна компания не разместит у себя на сайте плохие отзывы. Понимаете, почему мы должны в своих социальных сетях писать про свои слабые истории? Нет, ну просто там нету меня сидящим за столом, у меня нету человека, как я ем шашлык, а нету, вот, говорит, меня с сердечком, вот это, солнышком на ладошке, вот эти все фотографии. Ну, когда ты социализируешься, да, идешь в социальную сеть, ты именно этим и будешь заниматься. Ты покажешь себя таким, каков ты есть. То есть ты покажешь... Хочешь тебя... Если ты, конечно, политик, если ты госслужащий, то ты не сможешь себе этого позволить, потому что любое сердечко и любой твой шашлык, он будет использован против тебя. И ты уже это понимаешь. Но когда ты адвокат или детектив, я не могу сказать, как бы, как у вас... У вас есть социальные сети? У меня есть социальные сети, там есть и мои дети, там есть шашлык, да. Среди моих коллег, детективов, есть блогеры, они рассказывают, ведут свои блоги, и это очень хорошо работает. Значит, вы не политик, вот так вот. Я не политик. Не сложившийся сейчас этот эффектив, могу сказать. А я, Алексей Алексеевич, в покое не оставлю. И у меня вопрос. Пожалуйста, он ваш. Итак, сделайте два больших окна, это будет жесткий разговор, предупреждаю сразу. Алексей Алексеевич, я понимаю... Заинтригован. Да. Да, опуган. Я понимаю, что, в принципе, порядок, это всегда проще, лучше, понятнее, да. То есть, я был в армии, я помню, там есть плац, там есть разлины, вот эти вот линейки, я понимаю, куда мои сапоги не должны, за что, значит, заходить, да. Это все оправдано, но мы же не хотим, то есть, и все там правильно. Ну, в принципе, все правильно, там нет многих проблем, которые мы имеем в обычном социуме, там, ежедневно. У меня вопрос, ну, никто же не хочет, чтобы армия стала, например, или вот этот устав, вот этот вот уклад стал нашим обычным делом, ежедневным, да. Еще раз спрашиваю, нужно ли нам всем, прям вот всем-всем, учитывая еще характер, род деятельности, понимаете, там, я не знаю, какие-то, один у нас аналоговый, другой цифровой, один математик, третий, я не знаю, Шопена играет. Ну, представьте, как это может быть, мы не можем всем дать одну единственную рекомендацию, фильтруйте, думайте, и так далее, и тому подобное. Ну, как влюбленному человеку, Алексею Алексеевичу, ну, нельзя ему сказать, ну, не отвечайте за Алексея Алексеевича. Нет, я за себя, ну, нельзя ему дать, ты слушай, я понимаю, что ты готов ради нее сейчас сброситься с 17 этажа, но заключи с ней контракт, вполне возможно, через год, эта коза разрушит всю твою жизнь, понимаете, вот, но это невозможно сделать, и вот, обычным советом, думайте, как живете, думайте, что делаете. Ну, во-первых, я тоже служил в армии, и там есть день, когда ты ходишь по плацу, с травим шагом, распеваешь патриотические песни, а есть ночь, когда ты живешь так, как ты хочешь. Вот, поэтому выход в этом именно. Есть интернет коофициальный, есть... Извините, я все-таки не видел там ночи, чтобы я жил так, как я хочу. Что ж за армия такая была? 10 часов это отбой, и все, и вот в 6 подъем, это поди, встань с койки. Ну, может у вас другая. Тогда в теневом интернете вам делать нечего. Неинтересно. Ладно. Потому что на самом деле там все самое интересное. И, да, действительно, жизнь не то, что двойственна, она настолько многолика, что пытаться сформировать ее под какой-то определенный стереотип либо тезисный ряд, это занятие неблагодарное, потому что в момент, когда ты заканчиваешь работу, отваливаешься и говоришь, все, я создал новый мир, понимаешь, что это замок из песка, который на глазах осыпается. Поэтому я не думаю, что это выход регламентировать, но создавать правила для интернета, для теневого в том числе, это необходимость, это просто реалии жизни. Потому что вот я, например, совершенно не согласен с тезисом относительно того, что ты сначала тиктокер, потом политик, и где тебе 10 лет, а где тебе 40, это большая разница. Нет никакой разницы. Это осинки, не родятся апельсинки, потому что это один и тот же человек, просто в разных фазах своего жизненного цикла. По поводу педофила Гогена было очень замечательно сказано, потому что есть два пути. Можно просто игнорировать тот исторический факт, что он был фактическим педофилом, и продолжать наслаждаться его картинами. А можно эмоционально загрузиться так, что отказаться от просмотра его картин, тем самым обеднив себя. И еще потребовать снять их со всех... Совершенно верно. И обеднив всех остальных. Здесь, да, там только начни ребенка выплескивать, что называется, и нанимать большее количество нянек, чем семь. В этой связи я полагаю, что на самом деле то, что мы выдаем за информационно-технологическое развитие, на самом деле есть информационно-технологическая деградация. Обратите внимание, косвенный, но верный признак этого является то, что мы начинаем пользоваться петроглифами, протописьмом для того, чтобы составлять месседжи. Мы перестаем испытывать эмоции. Но я подумал, кстати, что их вот как раз сложнее всего притянуть по делу, в общем-то, потому что мало ли там... Есть пара специалистов, которые отлично все истолкуют под подпись. Не волнуйтесь. Продолжайте, Алексей. Поэтому нам необходимо уже сейчас договариваться на берегу относительно правил поведения и в интернете, и в реальной жизни. Спасибо. А и законодателей подтягивать в этом... И законодатели, вот я как раз думаю, что это сам безнадежный вариант. И вот на последние семь минут короткий опрос. А действительно, как договариваться, потому что так жить нельзя, мы все друг другу глотки перегрызем. Ну, я утрирую, конечно, но тем не менее. А кто и как может договориться? А надежды на то... Извини сейчас. А надежды на то, что это все спонтанно возникнет, ну, у меня, честно говоря, слабо. Ирина, вам вопрос. Как это может... Как могут возникнуть эти вот правила, закономерности, договоренности? Они вообще возможны? Ну, на данный момент, честно, я не вижу, как это возможно реализовать за какой-то короткий срок. За 10 лет, за 20. Постепенно, конечно, постепенно просто люди перестроятся. Естественно, отбор. Да, и разумеется, знаете, когда там всплывет несколько случаев, да, какого-то наказания за переписку, разумеется, другие люди начнут смотреть внимательнее за тем, что они транслируют в сети и в частности переписки. То есть кто-то должен сесть. Хорошо. Максим Андреевич, тот же самый вопрос. Каким образом, какой механизм может быть у этого формирования этих законов нашего общежития? Вообще, ко всему, что касается переписки, там, так сказать, социальных сетей, нужно подходить, конечно, очень аккуратно, потому что, в общем-то, это такие вещи, которые очень сложно, на самом деле, доказуемы и верифицируемы. Если мы, так сказать, ну, слишком жестко эту сферу зарегулируем, то, я боюсь, понимаете, могут пострадать люди, да, ну, которые вообще совершенно, как бы, не ожидают, да, это, так сказать, удары с этой стороны. Поэтому, я думаю, что время само расставят все на свои места, и люди станут более аккуратными, и младшее поколение будет все больше и больше, так сказать, будет внимательно относиться к тому, что они пишут, и, в общем-то, ситуация сама по себе должна нормализоваться. Да, это верно, только Алексей Михайлов сказал, кто жертва, да, то есть, нам нужна жертва, и даже не сакральная, и их может быть очень много. Нет, как правильно сказать, это, а, останутся... Вы же, нет, останется один, вот сколько. Останется один, это... И тогда его никто не притянет, будет некому. Ну, да, да. Михаил Владимирович. Слушайте, ну, вопрос действительно, скорее, в области философии, и... общественного договора, да, потому что, да, сейчас важнее, чем уголовный кодекс, он не сильно изменился. Читать, пользоваться соглашение Фейсбука, это правда. Это есть некая тенденция, ты можешь с ней не соглашаться, тебе может не нравиться закон всемирного тяготения, но он действует, поэтому вот как-то так, я думаю, что и... Знаете, вы все уходите от ответа. Хорошо, тогда Дарья Юрьевна, пожалуйста. Смотрите, если мы говорим про подростков, детей, я думаю, что это нравственное поведение, как и в жизни, в школе, в садике, так и в интернете, оно должно идти из семьи, быть привито родителям, культурой, религиями. А родители сами в купальниках и солнышком водой. Если мы говорим про родителей, то, ну, хотя бы это должно быть в рамках закона. В общем, как... Ну, пожалуйста, хотя бы в рамках закона. Да, это хотя бы в рамках закона, да. То есть это не оскорбление, да. Ну, это же тоже в рамках закона, если мы говорим про оскорбление, унижение. То есть вот этого не должно быть. Я говорю про это, да, про вот эти нравственные наши законы. Уже не про уголовные, я думаю. Наверное, уголовные, это и так как бы всем понятно. Ну, вот. Ну, если, вы говорите, родители сами в купальниках, ну... То детям сам Бог велел. Спасибо. Ладно. Алексей Алексеевич, только оставьте Игоря Борисовича, потому что он наверняка захочет поставить... Я очень компактно скажу, хорошую субботнюю порку на конюшне никто не отменял. Это лучший способ привести в чувство людей, которые забыли границы и попутали рамсы. Я заканчиваю французским опять. Спасибо. Блестяще. Игорь Борисович, три минуты ваши. Да ладно, не мои. Надо еще продолжить. Отлично, Алексей Алексеевич. То есть вы согласны, Не, я попутал детей. Пороть детей, да. Нет, 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 я уже пороть всех. Всех пороть всех. Категорически не согласен со всем высшей злой. Вам понравится. Я тоже, это был не я, это мне приснилось. Господи, вот, вот, вот я сам себя сейчас в тупик. В принципе, я подумал, а если я действительно будущая политика, почему нет? А мне есть что сказать. После сегодняшней передачи нет уже. Уже нет. Все. А может это и есть современная, Алексей Алексеевич, вот такой вот современный, вот такой нестандартный, любящий жизнь, любящий еще пока людей, пока еще не во всех виде своих. Такой радужный политик, да? Радужный, да, почему нет? Радужный. Или вам это что-то напоминает, да, или кого-то напоминает. Ладно, шутка все это, конечно, нет у меня варианта, нет у меня варианта как-то грамота закончить. Я всегда оценил, как в своих друзьях, и, я не знаю, в некоторых тусовках, как это принято говорить, ну, в основном в друзьях, да, искренность. А вот слово искренность, оно подразумевает, ну, всякое, да? Оно не может быть, вот какая-то вот искренность, вот такая или такая, да, да? А там в наших отношениях может быть все, все что угодно, и это, в принципе, нормально. И за это не очень-то особо так парились, даже любой психолог может сказать, ну, тебе надо как-то выплеснуть, да? Вот, такое бывает, друзья это терпят специально. именно таких людей мы и называем друзьями, но не факт, что будет дальше. Я говорил, что очень интересный фильм говорит про очень правильных людей, ну, представьте себе, я как-то говорил, да, вот вам сюжет, он любит ее, она любит его, они живут правильно, никто никому не изменяет, у них отличные дети, которые приносят из школы только исключительно пятерки и так далее. Че? Пойдем смотреть? Маньяки. Конечно. Нет, нет, пойдем смотреть, ты понимаешь? Ну вот, и что с нами может произойти? Понимаете? То есть я ценил и до сих пор ценю в людях искренность. Ну, пускай они во всех, может быть, для некоторых это будет очень смешно выглядеть, да? Вот, но, по крайней мере, в некоторых. А сейчас мы не научились, мы не готовы. Вот что самое главное, мы еще, общество само не готово к тем технологиям, которые сегодня предлагаются. Технологии ушли далеко вперед нашего осознания, что происходит. Мы не готовы к этому миру. Я уже говорил окончательно. Не по-человечески, не с точки зрения закона, юридически мы не готовы. А эта технология идет все вперед и вперед, дальше и дальше. Это меня пугает, я, в принципе, мне не очень нравится вот этот мир, мне лично. Да, я просто думаю, что, может, еще раньше думал, что у меня есть какое-то время, ну, прежде чем уйти раз и навсегда из этой жизни, а теперь, я понимаю, не уйдется. Не осталось у вас времени, 30 секунд осталось. Да, вполне возможно, через 30 секунд уже случится то, что мне, в принципе, очень не нравится и я должен буду с этим жить. Ну, ладно, думайте, друзья мои, думайте, в конце концов, есть еще нравственный закон, да, иначе бы мы просто на дорогах никогда бы не разъехались, понимаете, не пропустили друг друга, но мы как-то это делаем. И это не регламентировано никакими законами, понимаете, мы все-таки остаемся людьми, хорошими, плохими, с каким-то своим характером, иногда невыносимые, иногда прекрасные. Спасибо. Это был Орехов. Игорь Борисович, Настынка, спасибо всем нашим экспертам. Да, все, счастливо. Спасибо.